Как всегда в этот час в эфире телеканала Обниск ТВ программа Пустфактум. Хроника событий уходящей недели в студии Нина Замахина. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем сегодня. В квартирах потеплеет. В регионе начался отопительный сезон. Всемирный день чистоты. В муниципалитетах прошли субботники и другие мероприятия экологической направленности. Для маломобильных граждан в Наукограде в этом году оборудовали на тротуарах 40 съездов. Когда ремонт не в радость, а рабочие, ремонтировавшие крышу, оставили без тепла обницев, проживающих в многоквартирном доме на улице Маршала Жукова. Стартовали игры чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги Б. Обнинские спортсменки победили в трех играх из четырех. А теперь подробнее об этих и других событиях города и региона. На планерке главы администрации города Обнинска в понедельник говорили о начале отопительного сезона, подготовке к зиме, прививочной кампании от гриппа, месячнике по благоустройству, предстоящей штабной тренировке по гражданской обороне. Началось еженедельное совещание с печальной новостью. Собравшиеся почтили память Виталия Пикалова, депутату Обнинского городского собрания, директора городского дворца культуры. Мы сегодня проводили в последний путь Виталия Сергеевича Пикалова, человека, который многие годы вел корабль культуры Обнинской вперед. Безусловно, выдающегося человека, яркого организатора культуры. Прошу, почтите его память вставанием. Вячеслав Лежнин рассказал о начале отопительного сезона. На объекты первой очереди подача тепла состоялась на прошлой неделе. В квартирах и на предприятиях отопление стали подключать с 23 сентября. В завершающую стадию входит подготовка к широкомасштабной штабной тренировке по гражданской обороне, которая состоится в Обнинске 2 октября. Уже прошли три показательных тренировочных учения. 25 сентября пройдет последняя тренировка. На сегодняшний день все идет по плану. 25 числа мы, скажем так, уже должны сдать мероприятия под ключ, те, которые будут показываться, внести последние коррективы. И, соответственно, 2 числа будет высокий уровень. Планируется присутствие губернаторов всей территории Российской Федерации, представительства высокой МЧС России. Ну и, соответственно, территории города показать все виды эвакуации, все виды обработки, которые существуют в данных условиях, которые необходимо в различных ситуациях применять. 25 сентября и 2 октября будут запускаться электросирены. По телевидению пройдет оповещение граждан о чрезвычайной ситуации. Просьба отнестись к этому с пониманием. В городе идет месячник по благоустройству. В нем принимают участие комитеты территориального общественного самоуправления, жители Наукограда. В этом году во всех домах Наукограда с горячим водоснабжением должны появиться теплорегуляторы. Теперь кипяток из кранов в обнинских домах течь не будет. 5 сентября в городе стартовала прививочная кампания. Задача стоит масштабная. К 1 декабря необходимо привить от гриппа более 50 тысяч человек. 45% всего городского населения. Расформирована бригада для осуществления выездных вакцинаций сотруднику предприятий города. График работы привычных кабинетов опубликован на официальном сайте и доведен до СМИ. В текущий момент времени привито около 4% населения, что составляет 2256 человек. Михаил Сергеев также рассказал, когда начнет работать новое оборудование, недавно закупленное клинической больницей номер 8. До конца текущего года планируется ремонт помещений и монтаж ангиографического комплекса. Это даст возможность оказывать своевременную помощь пациентам, имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Владислав Шапша рассказал о применении техники МЧС в мониторинге обнинской промышленной зоны. Кое-что интересное мы там уже увидели. Я смотрю так, предприниматели на это отреагировали адекватно и свою разрушительную деятельность несколько приостановили. Установлено, что на ряде предприятий промзоны сжигается по ночам промышленный мусор. Мониторинг промзоны будет продолжаться. О графике вылетов коптеров сообщаться не будет. Результаты будут представлены на суд общественности. 24 сентября состоялось очередное заседание Обнинского городского собрания. Депутаты внесли изменения в ряд положений, в том числе связанных с общественным контролем органов местного самоуправления, поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, порядком передачи муниципального имущества Обнинска в безвозмездное пользование граждан. Перед началом заседания депутаты почтили память ушедшего из жизни директора городского дворца культуры Виталия Пикалова. В 2015 году он был избран депутатом Обнинского городского собрания. Состоял в комитетах по бюджету, финансам и налогам и по культуре, молодежной политике и туризму. Председатель собрания отметил большой вклад, который Виталий Сергеевич внес в развитие культуры и искусства в Наукограде. Он был известен и за пределами города Обнинска, и даже в сопредельных республиках. Это большая потеря для депутатского корпуса, для нашего города. Я предлагаю почтить его память минутой молчания. Прошу садиться. Прошу садиться. Арендной платой за пользование муниципальными нежилыми помещениями, передача казенного имущества, безвозмездное пользование. Владимир Светлаков объяснил, каким образом лица с ограниченными возможностями смогут получить на законных основаниях право пользования ступенькоходами, которые являются муниципальным имуществом. В этом году было закуплено три ступенькохода под программой «Доступная среда» в городе Обнинске. Почему три ступенькохода? Потому что именно столько на сегодняшний день они выяснилось нужны инвалидам. Оказывается, правом пользоваться казенным имуществом могли только организации, а после внесения изменений в действующее положение ступенькоходы смогут получить конкретные лица, которым они необходимы. Вопрос о передаче ступенькоходов вызвал дискуссию. Разногласия возникли по поводу того, за чей счет будет производиться ремонт колясок в случае их поломки. Владимир Викулин поручил Владимиру Светлакову подробно разобраться в данном вопросе, после чего проект решения был принят. Глава городского самоуправления ознакомил присутствующих с письмом, полученным от руководства школы номер 16. К нам в городское собрание было направлено от директора и общественности 16-й школы письмо с просьбой наградить почетной грамотой Обнинского городского собрания за подготовку призеров и победителей регионального фестиваля конкурса «Танцующая школа» в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м годах и в связи с 25-летним школы Птахину Татьяну Вениаминовну, учителя физической культуры и муниципального образования, школа номер 16. Народные избранники также продлили сроки проведения конкурса по созданию гимна Обнинска, а депутаты Вячеслава Нарукова направили на 18-й общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России». За все принимаемые решения депутаты проголосовали единогласно. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В пешеходных зонах Обнинска в этом году оборудовали 40 съездов для маломобильных граждан. Городская среда стала доступней, считают инвалиды-колясочники. Ежегодно в рамках программы социальной поддержки населения «Доступная среда» в Обнинске выделяется 300 тысяч рублей на выполнение работ по обустройству съездов на дорогах. Договор с подрядчиком на эту сумму был заключен в августе. Расположение съездов скорректировали с учетом дворовых территорий и дорожных проездов. Город – это жители, прежде всего, это люди. И чтобы им было действительно удобно, комфортно передвигаться по городу, по разным программам в течение всего года в городе производится обустройство так называемой безбарьерной среды. На самом деле это просто, чтобы людям было удобно ходить, ездить на велосипедах, детям кататься на роликах и мамам с колясками передвигаться удобно было. Ну и нам, колясочникам тоже. Такие работы проводятся, например, по программе благоустройства территории ТОС – Территориальных общественных советов, в рамках которой ремонтируют дворы, пешеходные дорожки, пандусы возле подъездов. И если жители хотят, чтобы в их дворе что-то изменилось, нужно обращаться в ТОСы своего микрорайона. Сбор информации необходим. Со своими предложениями по обустройству съездов в администрацию обращаются в первую очередь инвалиды-колясочники. В городе до сих пор есть места, где они не могут проехать. Приходится выбирать маршрут либо в объезд, либо передвигаться по проезжей части. Большую помощь в сборе информации оказывают велосипедисты, сообщают о тех местах, где нет съездов. Многое сделано и по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В этом году очень много было сделано по федеральной программе капитального ремонта. Все дороги, которые были отремонтированы, все примыкания, перекрестки с тротуарами, пересечения с тротуарами, все были выполнены. Заниженные бордюры и очень удобные пологие съезды. Это мы тоже, колясочники города, тоже контролировали. Поэтому мы в этом году получили очень комфортную среду. В следующем году работы по обустройству съездов на дорогах будут продолжены. Планы уже опубликованы в городском сообществе в соцсетях. Нести в них коррективы, помочь сделать город доступнее может любой желающий. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. На днях в телекомпании Обнинск ТВ обратились жители многоквартирного дома номер 12 по улице Маршала Жукова с просьбой разобраться в проблеме, которая выявилась в ходе запуска тепла. В рамках нацпроекта «Капитальный ремонт» в жилом здании ремонтировалась крыша. И бригада рабочих повредила на чердаке коммуникации, из-за чего обницы, живущие в этом доме, остались без тепла в квартирах. Еще в начале недели в Наукограде стартовал отопительный сезон. Однако не везде. Теплоснабжение никак не дождутся жильцы дома номер 12 по улице Маршала Жукова, поэтому и обратились за помощью к журналистам телекомпании. Еще летом в этом доме начались работы в рамках нацпроекта «Капитальный ремонт». Но бригада рабочих, которая изначально выполняла ремонт, покинула стройку, а ей на смену пришла новая. Закончить все должны были еще в августе, однако дело затянулось и до сих пор завершения не наблюдается. Зато жители на себе ощутили последствия ремонтных работ, во время которых были повреждены коммуникации и теплоснабжение. И не только. Получается так, начали они где-то в июне месяце. Начали. Вначале достаточно быстро шла работа. Вот. Далее на две недели задержка. Бригада, которая была до этого, прекрасная бригада, работала хорошо, замечательно. Почему-то уехала по каким-то причинам, не знаю, что у них произошло. Опять, потом есть задержка, дальше другая бригада. И вот, что мы имеем в результате. Октябрь месяц, холод и вот эти порушенные трубы. В доме проживают и семьи с маленькими детьми, и инвалиды, и ветеран Великой Отечественной войны. Все нуждаются в долгожданном отоплении. Но только проблема с ремонтом коммуникаций остается и с мертвой точки не сдвигается. Действительно, нечеловеческие условия. С работы приходишь, где не совсем тепло, тоже еще до сих пор. И домой в этот лютый холод. В общем, ужасно все. Полный развал. Трубы все порваны. Трубы восстановить сколько времени надо. Потом только приступать уже к работам. И то не факт. И обещают, и к вечеру мы сделаем. Или там через день сделаем. Ну, это же, ну, не серьезно это. На месте, когда приехала съемочная группа, оказался и исполняющий обязанности руководителя управляющей компании МКД, который прокомментировал ситуацию. 24.09.11.30 мы провели с представителем подрядчика обследование чердака. В результате обследования были выявлены вот эти вот нарушения. Они все, фотографии есть. О том, что верхний розлив в очень плачевном состоянии. В ходе строительства на трубы складывался материал, мусор. Ну, собственно, они повреждены. И нужно в срочном порядке их восстановить. Представители Обнинской подрядной организации «Лидер» изначально общения с журналистами избегали. И когда наша съемочная группа попыталась подняться на чердак, то он оказался заперт изнутри. Лишь спустя некоторое время представитель подрядчика все же позволил подняться и осмотреть трубы. Изоляция и некоторые трубы повреждены, так как во время работы на них обрушилась балка. Также на коммуникациях рабочие расположили свои стройматериалы. Старшей бригады молчать не стал. И, в свою очередь, активно начал обвинять руководство управляющей компании в том, что коммуникации находятся в плохом состоянии. Вы у меня спрашиваете? У управляющей компании надо спросить, почему здесь такие трубы гнилые. Представитель подрядчика «Вопросы журналистов» избегал, переводя стрелку на управляющую организацию. Помимо этого, беседа велась на повышенных тонах. Поэтому внятного комментария добиться не удалось. У вас все так по всему обличку, что ли, все идеально? Да ладно, расскажите мне. Отметим, что на руках у Олега Рябцева были акты о приемке коммуникации отопления, которые в июне прошли опрессовку и промывку, были исправны и готовы к началу отопительного сезона. Не голословно. По состоянию на 26 июня 2019 года акт проверки теплоснабжения. Дом прошел опрессовку. Он в исправном состоянии был. По состоянию на 26 июня. Почему трубы гнилые? Со слов старшего бригады, отопление в домах появится уже через два дня, а завершить починку труб планируется уже сегодня. Хотя объем работ, которые надо выполнить по теплоснабжению, немалый. 21 сентября жители планеты ежегодно отмечают Всемирный день чистоты и традиционно проводят акции и другие мероприятия экологической направленности. В Обнинске этот день также был посвящен генеральной уборке территорий города. А в микрорайоне Экадолье, около нового детского сада Почемучка, были высажены молодые деревья. Прошедший выходной в России прошла череда субботников и других эко-мероприятий. Присоединились к участию во Всемирном дне чистоты и жители Наукограда. Так, ранним утром в микрорайоне Экадолье перед зданием нового детского сада высадили аллею молодых туй из 50 саженцев. В высадке деревьев приняли участие сотрудники управления общего образования во главе с Татьяной Волнистовой, председатель контрольно-счетной палаты города Обнинска Геннадий Артемьев и временно исполняющий обязанности главного врача клинической больницы номер 8 Михаил Сергеев. Поучаствовал в городской экологической акции и глава администрации Наукограда Владислав Шапша. Сегодня 21 сентября, сегодня Всемирный день чистоты, а в Обнинске идет традиционный субботник. И сегодня мы высаживаем деревья рядом с детским садиком в Экадоле. Хорошая традиция для города, хорошая традиция для жителей города, которые не только умеют убирать мусор, но умеют и сарать деревья. В Обнинске экологическим мероприятиям уделяют особое внимание. И отметим, что большинство обнинцев принимают участие в них с энтузиазмом, ведь это давно стало замечательной традицией для города науки. Это один из самых последних детских садов, которые построили в городе. И он еще требует к себе определенного внимания, большого внимания, для того, чтобы здесь все заиграло. Посмотрите на территории сада, благодаря родителям, благодаря директору этого детского сада, значительно изменилась территория. Появились цветники, деревья посажены. А вот снаружи, за забором со стороны Экадоли, управляющая компания сегодня вместе с неравнодушными жителями провела такую акцию – посадили деревья. А тем временем большая осенняя уборка состоялась и в лесополосе около строящегося здания прокуратуры. Здесь, вооружившись перчатками и мусорными мешками, на субботник вышли неравнодушные жители вместе с сотрудниками городской администрации. В лесу, как вы видите, по трем мешкам мусора, которые я тут несу, и мы встретились случайно на дороге, он немножко загажен. Конечно, обращаясь к нашим жителям, не хотелось, чтобы тот прекрасный лес, вот здесь сделана дорожка, прекрасный тротуар, место для прогулок, и не хотелось, чтобы здесь, конечно, мусорили, и если есть такая возможность, кидайте мусор в пакеты, чисто там, где не ссорят. Есть, конечно, да, места пикников, то есть люди выходят, распивают спиртные напитки, оставляют банки, бутылки, к сожалению, есть и стекла, которые необходимо убирать, чем мы сегодня и занимались. Всемирный день чистоты в Наукограде прошел результативно, так как субботники были организованы в тех частях города, где требовалась дополнительная помощь обнинцев. В Наукограде уже во второй раз прошли чистые игры. Их результат. Собрано 1725 килограммов мусора, уместившихся в 250 мешках. Из них 190 мешков с мусором, собранным раздельно, отправились на заводы-переработчики. Одного большого контейнера не хватило. Пришлось вызывать дополнительную машину. На территории Калужской области разместилось немалое количество предприятий, которые берут свое начало в Южной Корее. А в минувшую субботу в Доме культуры ФЭИ состоялся фестиваль корейской культуры. Граждане страны утренней свежести познакомили обнинцев с традициями, творчеством людей, населяющих это государство. Большое количество корейских предприятий расположено на территории Калужского региона. На протяжении долгого времени корейские предприниматели делились своим профессиональным опытом с россиянами. А вот в минувший выходной настала очередь знакомства и с культурной жизнью корейского народа. Жители Обнинска на фестивале познакомились как с традиционной, так и с современной ее составляющей. Мы хотели с вами познакомиться частичкой корейской культуры. Вот я вижу, что в этом зале не так много, но вижу корейских, корейцев, те, которые здесь живут, и очень надеюсь, что в Обнинске много любителей корейской культуры. А сегодня мы начинаем наше культурное взаимодействие, открываем эту страницу нашей совместной истории, и надеюсь, это послужит еще большей нашей дружбе, нашему занимному развитию и успеху. Всего хорошего. Республику Кореи называют страной утренней свежести. Она знаменита своей древней историей, богатым культурным наследием и традициями. Как отметил в своем приветственном слове глава администрации города Владислав Шапша, в Обнинске жители проявляют немалый интерес к корейской культуре. Совсем недавно в Доме ученых прошел при большом стечении людей показ национальной традиционной корейской одежды. Огромный интерес это вызвало. И вот сегодня мы здесь, в этом зале, уже перед встречей договорились о том, что в Обнинске пора создавать центр корейского языка. И я уверен, что найдутся люди, большое количество людей, которые захотят выучить для того, чтобы эта культура тоже частичкой стала нашей жизни. Началась концертная часть фестиваля с «Самуль Нори». Это корейское музыкальное представление в традиционном стиле, включающее игру на национальных ударных инструментах. Далее на сцене Дома культуры выступил коллектив с традиционным корейским танцем, с веерами – пучхэчхум. Однако ожидало большинство зрителей современную часть программы, а именно кей-поп – это направление в современной музыке, вобравшее в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, R&B, и сопровождается это различными танцевальными постановками. Сейчас кей-поп превратился в настоящую субкультуру с миллионами фанатов среди молодежи. В России также немалое количество поклонников этого жанра. С появлением этого течения в России, как и в других странах, начали образовываться и танцевальные кавер-группы, так как танцы – это немаловажная часть кей-попа. С таким выступлением из столицы приехала популярная среди фанатов кавер-группа «Рофус». Завершил программу фестиваля показ корейского фильма. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. И о спорте. В понедельник в 10-м туре первенства России по футболу среди команд 2-го дивизиона Обнинский «Квант» на своем поле принимал столичный клуб «Строгино». Наукоградовские футболисты вновь не смогли порадовать своих поклонников, уступив сопернику с минимальным счетом 0-1. Стартовали игры чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б». Клуб Обнинск принимал на своей площадке волейболисток «Самары» и «Пензы». Из четырех игр в трех была одержана победа. И лишь в одной спортсменке Наукограда уступили соперницам. Расписание игр чемпионата составлено таким образом, что из четырех игр тура принимающая команда две играет в рабочие дни недели, две в выходные. Потому объяснимо, что первые две встречи играются при полупустых трибунах, что очень плохо как для игроков, не чувствующих поддержки, так и для поклонников волейбола. Стартовые матчи Обнинск проводил с «Самарской искрой». Итогом стала победа 3-1 в первой игре в среду 18 сентября и поражение в трех партиях в четверг 19. Проиграли в основном из-за своих ошибок, которых в ходе матча было великое множество. В причинах разобрались, ошибки были учтены и к следующему сопернику, Пензенскому университету подопечные Сергея Пожалова, вышли уже во всеоружии. Новички, связующие Валерия Загладина и доигровщица Софья Самошкина. Погоду не портили, влились в состав органично, и соперник был повержен в обеих играх в трех партиях. Мы заменили двух девочек, которые пошли, Ксюша Тимофеева пошла на повышение шлюхту, в Курск, в высшую лигу, на ее место мы взяли Соню. И Настя Априлкова закончила играть, мы на ее место взяли Загладину Леру. Я думаю, это точные замены, в принципе, игру не поменяли, а сохранили тот же рисунок игры, который был в прошлом году. Пожалов, также похвалил здорово отыгравших Алину Семенову и Анну Молчанову, отметил грамотные действия капитана команды Елены Горюновой и высказал надежду на такую же самоотдачу игроков в последующих играх чемпионата. После четырех игр Обнинск в турнирной таблице на третьем месте из 11 клубов и в следующем домашнем туре со 2 по 6 октября будет принимать волейболисток Брянска и Тулы. Николай Хночков, Сергей Макарецов, телекомпания Обнинск ТВ. Вот такой была неделя уходящая. Какой будет следующая, расскажем в очередном выпуске программы «Постфактум». Надеюсь, нас ожидают хорошие новости. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова